Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Можно ли спастись без церковных таинств? Хорошо бы, конечно, разобрать, что такое спасение. Как правило, под этим словом подразумевается жизнь во Христе и со Христом. Всею в жизни, ибо Царство Божие внутри нас есть, и в будущем. Чаем жизни будущего века. Так надо ли для спасения церковные таинства? Ведь мы же знаем, что Господь все уже сделал. Он нас спас крестной жертвой. И считать, что еще что-нибудь надо, помимо того, что сделал Господь, это уже серьезная ересь. Потому что предполагает, что Господь что-то там не доделал. Несовершенная жертва его, раз нам надо еще что-то сделать для того, чтобы спасения достичь. Но здесь тонкая грань, поскольку действительно Господь объективно нас ради нашего спасения сделал все. Но надо же теперь что-то сделать для того, чтобы воспользоваться этими плодами. То есть их не было совсем, теперь и не есть. Но Бог спасает нас не без нас, и нам тоже что-то нужно сделать. Причем просто взять, не создать, не принести какую-то огромную жертву. Никто даже не просит не сораспясться на соседнем, со Христом кресте, не сына своего принести в жертву. Просто подойди и возьми. И вот то, что дает Господь, то, что мы называем плодами искупительной жертвы Господа нашего Иисуса Христа, мы называем таинствами. На самом деле их число не догматизировано, число всем вполне себе условное. Но, как правило, основополагающими таинствами церкви, то, что сакрально, мистично, мы называем семь особых действий Духа Святого, приходящего в человеческую жизнь через совершение некоторых чинопоследований. Первая, самая главная основа основ, фундамент, на котором мы строим здание нашего спасения, это крещение. Кто не родится от воды и Духа, тот не войдет в Царство Божие, говорит Евангелие от Иоанна, Господь, фарисею Никодиму. Вот мы крестим водой и Духом. А дальше что? Разве всё? Разве этого достаточно? Дальше живи как хочешь, как живут, наверное, 9 из 10 крещённых православных христиан. А дальше есть ещё одно таинство, причём теснейшим образом связанное с нашим спасением. Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущему плоти, пиющему и кровь, имеют жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Этими словами Господь даёт ясно нам понять, что без причастия тела и крови Его нам благополучной загробной жизни не видать. Да и в этой жизни силы жить не будет. Не будем иметь в себе жизни. Конечно, речь идёт в первую очередь о жизни вечной, жизни Духа. Ну и земная жизнь без причастия тоже немыслима. Вот второе таинство. Суть и содержание церкви. А дальше таинство соборования, допустим. Апостол Илаков пишет. «Болеет ли кто из вас, да призовет три свитеров церковных, и пусть помолится над ним, помазывая его елеем в имя Господне, и молитва веры восставит болящего». Прямое указание на помазывание елеем некоторым количеством священников, больных людей, которые настолько больны, что уже даже в храм прийти не могут. Тот же апостол Илаков пишет. «Исповедайте оба друг другу свои прегрешения». Илаков исцелеет. Древняя традиция церкви предполагала исповедь не перед священником лишь, но перед всей общиной. Потому что человек, согрешивший достаточно сильно и весомо, так что лишался членства в церкви, должен был перенести свое покаяние перед всей церковью. Но поскольку уже в первых иках появились некоторые злоупотребления полученной информации, то исповедоваться стали перед одним человеком, но представителем всей общины, перед священником. Поэтому куда же без исповеди? Как же без покаяния? Покаяние в трое крещение? Таинство священства, таинство миропомазывания. В древней церкви, как в принципе и сейчас, крестить мог другого человека, любой крещенный человек. А потом в ту или иную область приезжали апостолы, возлагали на них руки и сходил они Дух Святой. Но уже в первые века, когда апостолов становилось все меньше и меньше, окрещаем их все больше и больше, то им благословили особое миро, это такое как бы масло, в состав которого входит сотня лагуханных трав, которое варилось еще 2000 лет назад. И по сей день, по особым рецептам, с особым молитвой, с вкапыванием честицы мира еще с апостольских времен, варится всеми предстоятелями православной церкви. О рукоположении священников также говорится в посланиях Нового Завета. Таинство брака, конечно, возникло несколько попозже, оформилось в некоторых чинопоследованиях уже только к X веку, но в первых, вторых, третьих веках мы знаем о крещальных литургиях, мы знаем о венчальных литургиях, на которых община во главе с епископом через причащение молодоженов из единой чаши свидетельствовала о том, что они теперь муж и жена. И двое было вплоть едину. То, что Бог сочетал, человек не разлучает. Так что, куда ни посмотри, везде человеку для улучшения и земного бытия, и духовной жизни необходимо приобщаться и прибегать к благодати Духа Святого, который изобильно преподается всем верующим православным христианам. И он преподается в таинствах. Поэтому, может быть, и как-то можно добраться до Царства Божьего, только лишь крестясь, крестившись. Но это сложно. Это слишком самонадеяно. Автоматически крещенные не спасаются. У них появляется возможность достичь вечности благополучной, с положительным знаком. Но ты же можешь этим не воспользоваться. Тебе говорят, вот тебе корабль. Огромный, большой, непотопляемый. Плыви. Да нет, давайте как-нибудь без вас. И стоит тебе бревнышко одно под конец жизни. Доплывешь ты по бушующему морю житейскому до вечности. Или не доплывешь. Шансы есть. Но будет сложно. Будет непросто. Поэтому, друзья мои, прибегайте к церковным таинствам. Не откладывайте на завтрашний день или на послезавтрашний то, что можно сделать сегодня. Исповедуйтесь, причащайтесь, болеете, соборуйтесь. Венчайтесь, в конце концов. Получайте даром то, что Господь дает каждому человеку, которого он любит. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok